МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ликамидов еще в 2009 году пожаловали с барского плеча депутаты Украинского городского совета Севастополя для строительства кафе-кулинарии. И вот 14 августа утром, как говорится, без объявления войны, в парк явились рабочие с бензопилами и трактором и лихо снесли живые, здоровые, большие деревья. Сам владелец куска каменного цветка Ликамидов в парке не появился предъявлением прав на участок с сафоровой рощей, если эти действия можно назвать предъявлением прав, командовал человек, поначалу отказавшийся представляться нашим журналистам и прибывшим общественникам. Я вот представитель этой компании, компании, которая здесь занимается. Фамилия? Подрядчика. Подрядчика, что, площадку готовим? Фамилия или отчество, как назвать подрядчиком? Кого-кого? Какая компания подрядчик? Как называется ваша компания? Какая? Наконец выяснилось, что гражданина зовут Дмитрий Самсонов. Он заявил, что является представителем подрядчика и ведет работы согласно каким-то документам. Но показать хотя бы одну бумагу Самсонов отказался. На вопрос, зачем уничтожать живые зеленые деревья, ответ был потрясающим. Здесь будет благоустройство. Здесь будет благоустройство такое. Ну и все в соответствии с планом. Что здесь будет? А чем распиление деревьев? Так здесь новые будут. Вот это совершенно нелепое оправдание горожане в последние годы слышат постоянно, когда под бульдозер ради точечной застройки идут наши небогатые городские зеленые насаждения. Совершенно естественно, что лесоповал, устроенный в парке Умсона, вызвал негодование севастопольцев. На территории парка «Каменный цветок» нечего вам тут делать. Не для вас это сажали, чтобы вы сейчас тут отжимали. Кафе они будут строить. Вырубка деревьев в парке, который на самом деле один из лучших в городе, и который с чудом сохранился, хотя он пострадал сильно во время других застроек, это плохо, это отвратительно. Логично, что если деревья спиливают, то на это есть разрешение – порубочный билет. Но этот документ руководитель бригады лесорубов постоянно прятал от глаз журналистов и общественников. Самсонов уходил от ответов и откровенно хамил. Да это кто вы? Вы не официальные лица. Сейчас приедут официальные лица, и все, пожалуйста. То есть вы снесли неизвестно на каком основании вот эти деревья, вы даже боитесь нам показать билет? Правильно понимаю? Нет, все у нас в порядке. Покажите билет. Есть порубочный билет. Можно я посмотрю? Не, не надо вам смотреть. Да кто вы такая? Сейчас приедут официальные лица, все, пожалуйста. Делайте, что хотите. И мы сделали. Сообщили о происходящем исполняющему обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимиру Базарову, начальнику Севприроднадзора Сергею Самойлову и депутату законодательного собрания Вячеславу Горилову. Базаров к его чести отреагировал мгновенно. Выслал на место бригаду контроля Департамента городского хозяйства. Подрядчик в своих действиях был уверен, ведь разрешительные документы у него были. Но оказалось, не все. Нет у вас ничего. Ордера на пройдение земработы у вас нет. Я очень рад. Вот мне сотрудник, который отвечает по земработам, говорит, что он не первый раз такую фамилию даже слышит. Итак, нарушения выявились. Но поздно. От красивых и здоровых деревьев остались только пеньки. И самое главное, на требования официальных лиц, как оказалось, застройщику парка, извините, наплевать. Потому что как только группа контроля Департамента городского хозяйства уехала, работы возобновились. В земле продолжили бурить скважины для установки строительного забора. Кстати, на заборе на следующий день появился информационный щит. Знаете, как символично называется предприятие, которое по заказу предпринимателя Владимира Владимировича Лекомидова вырубило сафоровую рощу? Добрый дом. Как трогательно. Правда? Вообще безумная история с наглой раздачей севастопольской земли, в том числе заповедной. Это история с украинскими корнями. Вспомните, как в 2009 году под четким надзором Сергея Куницына незаконно раздавались территории и лесного фонда, и сельхозугодий, и даже матросский бульвар чуть было не ушел под строительство турецкой гостиницы. Но вот что интересно, распределение по-украински уже в российское время продолжил Сергей Миняйло, отдавший ночным волкам гору Гасфорта. А потом и Овсяников продолжил. Помните, как этот любитель охоты отдал бизнесменам 3800 гектаров лучшего балаклавского леса по 7 копеек в год за гектар, а также леса от западного подножья Мангуб-Каледу каньона Черной речки по 3 копейки за гектар. Между прочим, право на охоту в этих местах продается за сотни тысяч рублей. А вот в парке Умусона мы имеем украинскую историю с российским продолжением. Итак, в 2009 депутаты Украинского горсовета отдали коммерсанту под строительство кафе-кулинарии кусок парка Сафорова миндальной рощи, что даже звучит дико. Как совесть позволила проголосовать за такое, неизвестно. Но через 10 лет решение тех людей позволило другим бессовестным людям сносить деревья в одном из лучших парков Севастополя. К сожалению. Вы знаете, если смотреть беспристрастно, то есть, ну, не как человек, которому тоже не безразлично наличие или отсутствие там зеленых насаждений или каких-то зеленых зон на территории нашего города, то могу сказать, что этот участок все-таки находится в собственности. И собственник может осуществлять снос, пересадку. Разгребать последствия украинской дележки предстоит Севастополю еще долго. Люди, которые любят и берегут свой город, должны знать и понимать, на что уходит тот или иной клочок родной земли. Определенно нужно что-то менять и в сознании бизнесменов. Люди должны понимать, что общественное пространство – это то немногое, что осталось в Севастополе для людей. И парк должен быть парком, где можно просто погулять и подышать свежим воздухом без булки во рту. Вообще, конечно, очень хотелось бы, чтобы эти украинские истории, которые тянутся еще с периода того, когда Севастополь был в составе Украины, скорее закончились. Появился генеральный план города Севастополя, чтобы в конце концов севастопольцы и те люди, которые занимаются бизнесом, которые занимаются строительством в городе Севастополе, понимали свои права и обязанности. И вот эти все вещи, которые корнями тянутся в украинский период, заканчивались как можно скорее, прекращались бы навсегда. Потому что, мне кажется, Севастополь – это город, который достоин лучшего. А вот теперь о российском продолжении украинской истории бизнесмена Ликамидова. Кто ему выдал разрешение на строительство в парке? А чиновник из правительства Севастополя – господин Маложавенко, руководитель департамента архитектуры. Между прочим, даже не открыв кадастровую карту. Дело в том, что в российском экземпляре участок отмечен как якобы ранее учтенный. Но если обратиться к старому украинскому документу, то мы увидим, что территория никем не занята. Получается, что разрешение на строительство департамент архитектуры выдал, не просматривая официальный документ, не смутило подозрительное строительство и департамент городского хозяйства. Именно там подрядчику выдали порубочный билет. Оказывается, чтобы спилить деревья в парке, достаточно разрешения на строительство, отсутствие краснокнижных деревьев и оплаты компенсации в бюджет города. В соответствии с утвержденным регламентом выдачи разрешения на снос обрезку зеленых сожжений на территории города Севастополя, в департамент городского хозяйства с целью получения соответствующих документов обратился индивидуальный предприниматель, получивший предварительно разрешение на строительство у департамента архитектуры, собрав полный пакет документов в отношении не краснокнижных деревьев, по которым есть полномочия у департамента городского хозяйства. Была посчитана компенсационная стоимость сноса и обрезки данных зеленых сожжений в размере 137 тысяч рублей. Вот это стоимость Сафоровой рощи. Это компенсация за деревья, которые когда-то в каменном грунте сажали севастопольцы, растили, лелеяли. Мы все время занимались высадкой и ухаживали за этими деревьями. Здесь, в парке Победы, кстати, тоже. И вот сейчас, когда вымахли такие огромные деревья с таким охватом ствола, их просто, я не знаю, объясняют, что это частная территория, они могут делать здесь все, что хотят. Но я знаю, что такое вырастить, вот такое вот полноценное дерево в условиях Севастополя, в условиях отсутствия воды. Вот это было настолько плота, этот, господи, Сафора, вот так развесистая, что тут тенек, прекрасно было отдохнуть. Теперь что они сделали-то? Это вообще непонятные работы по той причине, что здесь все засажено и что тут можно строить. Видите, заборчик делают. Итак, согласно планам подрядчика, 800 квадратных метров общественного, а теперь личного хозяйского парка станут детским кафе. Вместо рощи из многолетних деревьев появится одноэтажное кафе высотой в 5 метров. Так обещает Самсонов. Это будет семейное кафе, где пары смогут прийти и провести свой досуг, то есть не переживая о своих детях. То есть они будут под присмотром, для них будет сделана специальная игровая зона. Вот, ну вообще это планируется над самим зданием, то есть это будут переходы, переходы между, то есть такими небольшими корпусами. Ни одно из данных деревьев не пострадает. И вот здесь вы видите специально огороженный вот такой лентой. Вот, то есть все деревья под контролем. Разместят этот общепит якобы на свободном от деревьев участке. При этом, опять же, якобы ни одно дерево не пострадает, но из тех, что они еще не успели спилить. Но посмотрите еще раз внимательней на участок сверху. Вы видите, что на маленьком пятачке, который освободили от сафоры и миндаля, можно уместить кафе, отвечающее по всем нормам статусу детского. Как на маленьком клочке земли, на котором нет деревьев, поместится целое кафе, где как минимум должна быть кухня, столы, туалеты и отдельное игровое помещение для детей. Самсонов объяснить не смог. А вообще все это горожане уже слышали. Напомню, что в Севастополе под благовидным предлогом строительства детского кафе на улице Суворова когда-то построили коммерческую недвижимость, а под видом реконструкции продуктового магазина выстроили 16-этажку. Кстати, если посмотреть виды деятельности ИП Ликамидова, мы никакого общепита не обнаружим. Компьютеры, сервисное обслуживание и, внимание, аренда или управление собственным нежилым недвижимым имуществом. О каком детском кафе в таком случае мы говорим. Отметим еще вот что. В коротеке дел арбитражного суда Севастополя мы нашли иск Департамента по имущественным и земельным отношениям к индивидуальному предпринимателю Ликамидову на правах помещика, распорядившегося с Афоровой рощей и Миндалем. Иск Дезу был связан с неуплатой аренды. А теперь вспомните, что Департамент по имущественным и земельным отношениям с 2017 года подал в суды общей юрисдикции около 3800 исков об изъятии у севастопольцев участков в собственность города. В Дезу объясняли, что в украинское время эта земля была получена горожанами якобы незаконно. Однако от предпринимателя, получившего под застройку участок в крупнейшем городском парке, чиновники Дезу в суде потребовали всего лишь погласить долг по арендной плате. Вот в таком городе мы живем. Я хочу сказать, что продолжим жить и увидим уже полный закат Севастополя. Если только новый глава города не погонит из правительства чинуш, распоряжавшихся в угоду коммерсантам нашими парками и берегом моря. Если в сентябре в новое законодательное собрание усядутся те самые люди, которые, будучи депутатами Украинского горсовета, распродавали нашу с вами землю. Редактор субтитров А.Семкин